МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, я уже представляю вот эти все ваши, сколько, 26 человек, которые должны стоять, уже привычка просто. Вы и хор это что-то неразделимое. А когда вот вы действительно поняли, что это точно ваша жизнь, на каком году существованию хора? Вообще моя история на сегодняшний день насчитывает 20 лет в хоре. Из них 5 лет я стояла в самом хоре и пела с удовольствием, была хормистером. И последние 15 лет я в качестве руководителя. И, конечно, за эти годы хор стал второй семьёй, вторым домом. То есть то, без чего, конечно, основным делом моей жизни всей. И, конечно, да, неразделимые эти понятия, потому что вся моя семья работает тоже на хор. А тут уже никуда не делишься, когда дело жизни. Но я так понимаю, что и те, кто сейчас, те участники хора, несмотря на то, что артисты хора, они тоже наверняка точно так же относятся к этому делу. Да, конечно. У нас же 4 семейные пары в хоре поют. То есть начиная с моей семьи, конечно, моя вторая половина – это половина хора. Плюс 3 семейные пары ещё дополнительно. Причём последняя семейная пара у нас образовалась именно в хоре. Они познакомились в хоре, полюбили друг друга в хоре. У нас была настоящая хоровая свадьба. Более-то у нас ещё есть такая пара, как мама и дочь, поющие в хоре. То есть да, хор это уже стал такой большой-большой семьёй. Не армянской, а хоровой. Это да. Я знаю, что у вас уже подрастающее поколение, собственно, тут же практически с песнями и вынашивается. Да, у нас вот у этих двух, у двух семейных пар уже дети, которые приходят на репетиции, на концерты, знают весь наш репертуар, конечно, уже наизусть. Вот. И да, наши хоровые дети – это дети особенные, конечно. Ну, про репертуар не могу не спросить, потому что, тем более у вас название концерта, кстати, такое говорящие, да? Всё только начинается. Да, всё только начинается. Поэтому, вот, не знаю, уже столько всего перепета, кажется. Такой у вас богатый репертуар, просто огромный. А тут, оказывается, ещё всё только начинается. Да, всё только начинается. Что начинается? Ну, действительно, юбилейный концерт – это всегда какая-то точка отсчёта, да? То есть какое-то подведение итогов. И в первой части программы у нас будет такое подведение итогов. Мы немножечко заглядываем в историю, рассказываем о том, где мы уже побывали, чего мы посмотрели, чего мы научились. А вторая часть у нас посвящена нашим мечтам, нашему будущему. То есть мы немножечко стараемся заглянуть вот в то, чем мы ещё хотим заниматься, что мы ещё хотим увидеть, что мы ещё хотим нового узнать. Потому что мы жаждем новых знаний, песен, новых впечатлений для того, чтобы поделиться этими впечатлениями, знаниями и песнями с нашими зрителями. Поэтому, вот не открывая все карты, я могу сказать, что мы делимся со зрителями нашими мечтами. А мечта – это, естественно, путешествие на хоровые фестивали, на которых можно чему-то новому научиться. Это всегда новый импульс, творческий рост, колоссальный причём рост и опыт, очень хороший опыт. Огромный опыт мы получаем, когда мы гастролируем по области. Это, конечно, наша основная деятельность. Но хотя бы раз в два года мы стараемся, благодаря в том числе правительству Амурской области, мы стараемся выезжать куда-то за пределы не просто области, а может быть даже и страны, для того, чтобы напитаться чем-то новым. – Хоровое движение в мире вообще, оно большое? – Оно огромное. Вы знаете, существует же сейчас праздник хоровой. Во второе воскресенье декабря отмечается уже несколько лет Всемирный день хоровой музыки. И мы его вот в этом году, уже второй год, будем отмечать такой хоровой ночью. Да, это будет вот в этом году 8 декабря, второе воскресенье. Соответственно, 7 декабря накануне мы приглашаем всех, ну не всех желающих, там ограниченное очень количество билетов будет. На вторую хоровую ночь, ну она, конечно, будет очень сильно отличаться от того, что было в прошлом году. – Ну вот уже заявочку ещё на следующую программу уже сделали. Но всё-таки, если говорить про хоровое движение, где самые сильные всё-таки находятся хоры у нас? – Вы знаете, на самом деле хоровое движение в мире сейчас очень-очень популярно. И трудно сказать, что впереди планеты всей. Хотя, конечно, наверное, Южная Африка, судя по результатам Олимпиад Всемирных, вообще таких крупных соревнований, причём они приезжают только на Всемирные хоровые Олимпиады, они, конечно, входят в десятку, в основном всегда на первых местах. Очень сильно развиты хоровое пение в странах Прибалтики, конечно. Да, очень сильные коллективы в Швеции, в Италии, ну на самом деле в Америке. На самом деле в каждой стране очень сильные есть коллективы в Китае, в Японии, очень мощные хоровые школы, детские причём. Но я могу сказать, что российская школа, русская хоровая школа, она тоже очень сильная. И другой момент, что наши профессиональные коллективы, русские, они, как правило, редко выезжают на какие-то соревнования. Это уже, в общем… Не тот уровень. Не тот уровень, да. Они просто концертируют, они ездят на гастроли по Европе, по всему миру. И мы имели огромное счастье в прошлом году, находясь в Санкт-Петербурге на нескольких хоровых ассамблеях, послушать питерские профессиональные коллективы хоровые, бесподобные. Поэтому я могу сказать, что русская школа, она, знаете, она особенная. И не везде в Европе её, может быть, даже воспринимают на ухо. Но для нашего русского человека русская школа всё-таки пробирает до такой степени, вот от кончиков ушей там до пяток. Русская школа тоже очень мощная. Ну, меня радует тот факт, что в Благовещенске есть действительно очень хорошая школа. Это и хор возрождения, это и дети из хора детства. Да, у нас действительно, нам есть чем гордиться в этой связи. Но что касается программы, не знаю, мне кажется, всегда так сложно хорам подбирать программу. Но вот вы показываете это как-то своим опытом, своими выступлениями, что это очень просто. Потому что можно и так, можно и так. Ну, наше правило, это правило тяжело в учении, легко в бою. У нас на самом деле очень сложный репетиционный процесс, и все сложности мы стараемся проходить там. Более того, у нас сейчас последние два года существует такая практика, что прежде чем мы выходим на сцену Амурской областной филармонии с концертной программой, с большой концертной программой, мы её стараемся немножечко обкатать на зрителях области. И вот в этом году у нас тоже так получилось, очень здорово, что мы четыре концерта дали в сёлах Амурской области. И не потому, что там вот зритель какой-то проще или нет. Нет, на самом деле иногда сложнее донести до того зрителя, который менее подготовлен, наверное, чем наш. Вот. Наш зритель в Благовещенске, он, знаете, такой более избалованный, что ли. Уже, конечно, замечают то, чего, может быть, не заметят в селе. А тут уже наши зрители могут поковыряться немножко. А, вот у них там костюмы, вот у них там это вот. Подходит, говорят? Вот это я уже слышала. Ну нет, ну обсуждают всё равно. В любом случае люди как-то более предвзято относятся, тем более нас здесь видят чаще. Да, когда приезжаешь в село, там мы более редкие гости. Люди успевают по нам соскучиться, и они воспринимают всё буквально на ура. Вот. Зритель в Благовещенске, он уже более избирательный, да. И тем более приятно, что концерты наши, в общем-то, востребованы. Несмотря на то, что их много, и в музее. Но билетов, например, уже нет заранее. И это, вы знаете, это большое счастье для артиста, когда ты за несколько дней до концерта понимаешь, что билеты проданы. Это, конечно, подстёгивает, это такой стимул, да. Это уже такой адреналин, который нужно. То есть он уже есть, этот адреналин, за несколько дней ты уже предчувствуешь этот праздник. Ну, хотя бы небольшой задел на будущее ещё сейчас дадим нашим зрителям. Что им ждать, когда ещё? Потому что, ну, действительно, эта программа, она уже, считайте, она уже вот практически прошла для нас мимо, потому что билетов нет. Где ещё можно посмотреть будет «Хор Возрождение»? «Хоровая ночь». Сколько у вас вообще концертов? Их много, их много. Вы считали? Ну, в год мы даём более 60 концертов, именно сольных, и в том числе по области. В декабре у нас будет «Хоровая ночь», как я уже сказала. В конце декабря у нас традиционно уже седьмой год подряд будут новогодние концерты. Это самые добрые, самые светлые, самые любимые и у зрителей, и у артистов хора. Когда мы начинаем повторять эту программу новогоднюю на репетициях, уже чувствуется такой запах Нового года приближающегося. И новогоднее настроение появляется у всех. А мы этим настроением делимся в преддверии Нового года со зрителями. Это 19 января будет рождественский концерт, в Крещение. Опять же, по той причине, что все святки мы будем выезжать по области с рождественскими концертами. А 19 мы будем провожать Рождество. Концерт будет так называться, провожая Рождество. Будет в День Крещения в Амурской областной филармонии. Вот это да. Это вот на ближайшее время. Только на ближайшие несколько месяцев. Лен, я вам желаю, естественно, прекрасного концерта. И после него, по традиции, я надеюсь, артисты действительно отметят этот юбилей. Нет, не отметят. Не успевают, потому что сразу после концерта, через несколько дней, мы улетаем в Москву на Международный хоровой фестиваль. Ой, всероссийский. Дай Бог тогда, чтобы работа была исключительно в удовольствии. Как праздник воспринималась всеми. Вам спасибо огромное за то искусство, которое вы нам всем дарите. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня на студии была Элина Беляева, художественная руководитель Амурского камерного хора «Возрождение». Вы смотрели в центре. Внимание, до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok